Посмотрите, девочки, наконец-то написали в газете про то, что новый провал в нашем районе. Как вы думаете, это сколько дней прошло? Уже там вовсю качали несколько дней эту канализацию. Муж там ходит как раз на работу, говорит, там вообще ужасный запах, просто невыносимый. Как люди, говорит, там живут, я не представляю себе. И вот с того момента, как это все случилось, только написали. Прошло несколько дней, дня три или четыре уже прошло. Можете посмотреть, у меня ролик есть на канале про это. Это вообще что-то с чем-то. Впереди планеты всей. У меня тут готовится ужин. Это будет макароны с дожаркой с весной. И еще я хочу приготовить на утро молочную кашу. Все делаем в быстром темпе, потому что у меня три кастрюли на плите. И нужно поспевать. Вообще, я не очень люблю, когда много кастрюль на плите. Я предпочитаю сделать что-то одно, потом другое, потом третье. Но тут так получилось, что пришлось разворачиваться. Обычно так и бывает, когда вот гида какую-то слабиночку себе чуть-чуть дашь, а потом приходится нагонять. Просто, когда много кастрюль, и под всеми газ, и на кухне делается очень жарко, я не люблю. Я люблю, когда с чувством, с толком, с расстановкой, торопиться вообще не люблю. А как вы любите готовить? Пишите в комментариях, мне будет интересно узнать. Потому что есть люди такие, которые, вы знаете, они предпочитают все заранее готовить. А другие, наоборот, любят, когда вот оно только что приготовлено, вот прямо с пылу, с жару, чтобы было не разогретое ни в коем случае. А вы? Как вы любите? Мне будет очень интересно узнать. Потому что у меня все равно, вот в течение жизни так вот устроилось, что у меня все равно чуть заранее пища готовится, и в основном ее приходится подогревать кожаную. Потому что я никогда не знаю, во сколько вернется муж с работы, у него нет определенного часа, в который он приходит. Поэтому как бы не заведено, и все уже привыкли, что есть покушать, что взял, подошел, разогрел, если нужно. Нету какого-то культа, знаете, общего стола, потому что долгое время я пыталась его привить, пыталась всех собрать за одним столом, но жизнь показала, что немножечко это по-другому работает. Если оно есть, то оно есть, а если нет, то этого нет. Ну и поэтому в течение времени я как-то стала проще к этому относиться. Теперь самое главное для меня, чтобы всегда было, что покушать в доме. А уже кто когда хочет, тот тогда и кушает. Я хочу выкинуть часть вещей, которые я не ношу, которые... Это вот всегда так происходит. Которые просто лежат в шкафу, вот уже несколько лет, это точно. И вряд ли я их уже буду носить, потому что с того времени я уже и в весе прибавила, и мода меняется. В общем, хочу немножечко освободить местечко в шкафу. Толку, понимаете, что они лежат? Нету. Вот эти вот две кофты. Это я покупала, я не знаю, лет 10, наверное, назад. Какое-то время носила их на работу. Потом они мне стали маловаты. Вот уже, наверное, года три лежат. Вот такая кофта, летучая мышь. И оранжевая такая же. На оранжевой, по-моему, даже отделка сзади. Начинается в колхозе утром. Вот видите, уже даже потемнели украшения. И подпоролась одна. Вот эту юбку выкину, потому что я ее не ношу. Она лежит уже вообще, наверное, летой. Ну, 10 точно. Я уже до такой степени не похудею никогда. Это я сама шила. Юбка практически новая. Я одевала ее, ну, несколько раз. Со шлицей. Тоже выкину, потому что лежит, сколько можно лежать. Вот эту трикотажную кофточку выкину, она мне мала. Очень интересно, она сшита. Это тоже покупалась, я не знаю, лет 10, наверное, назад. Вот такая спинка у нее фигурная. Но тоже лежит, потому что она мне узкая. А я уже не похудею до такой степени. Вот эту кофту выкидывать буду. Это нейлон. Этой кофте тоже, наверное, лет уже 8-10. 8, наверное. Она вытянулась в длину, стала гораздо длиннее, чем была изначально. И вот на эти украшения спереди. У меня аллергия. Вот эту тоже выкину. Потому что я ее носила очень мало. У нее очень низкая пройма. Поэтому как бы вот не пришлась она, знаете. Футболка. Ей тоже уже много лет. Она мне мала. Это просто, ну, оставлялись в течение, вы знаете, какие-то вещи, которые, ну, практически новые. И вроде выбросить жалко. И думаешь, ну, пусть полежит, пусть полежит. Может я ее потом, может я ее потом. Вот такой топ. Тоже много лет ему. И к нему же шорты. Вот такое платье. Если кто-то помнит, какое-то время назад более модное платье 3D. Вот оно тоже везде целое. Но носить я его уже не буду. Дома носить оно не подходит. На улицу уже не буду я его носить. И вот такие брюки. Это джинс. Покупала как летние. Они очень тонкие. Но они мне тоже уже маленькие. И тоже уже сколько времени лежат. Уже и сразу с них начали обсыпаться. Тоже я их носить не буду. Вот такая кофта. Летучая мышь. Люрекс. Покупала я ее. Тоже была очень худенькая. И когда поправилась, ее носить вообще невозможно. Потому что летучая мышь сшита так, что она поддергивается очень сильно. Поэтому тоже я ее выкину. Колготки. С заниженной талией чуть поправилась. Они теперь на меня вообще не набежают. Выкину шарф. Палантин. Я его носила когда-то на работу. Он достаточно теплый. Но он уже старый. Выкину спортивный костюм. Этому спортивному костюму я даже не знаю уже сколько лет. Здесь в Сочи 14 надпись. Но покупали мы его. До Сочи еще было несколько лет. То есть посчитайте этому костюму уж. Ну да. Около 10 лет. 6. И там вперед. Мы его наверное брали или в 8-м году. Или в 9-м. Что еще нам казалось такой нереальной цифрой. Это в дитризме. Он идет со штанами. Штаны на меня еще нарезают. Но они уже в таком почтенном возрасте. Что кофта еще хоть как-то там справляется. А на штаны весь мусор цепляется. И последнее время я их из-за этого не ношу. А кофту с самого начала носила мало. Потому что она немножечко ну как когда жарко в ней жарко. Когда тепло вернее в ней жарко. А когда холодно ты уже укутываешься во что-то более существенное чем эта кофточка. Ну в общем время прошло. Все. Надо избавляться. Иначе так я его до пенсии додержу до своей. Вот такие выкину штаны. Тоже лежат уже несколько лет. Я их не ношу. Это типа лосины трикотажные. Смысл лежать. И вот эту выкину кофту. Это вязаная кофта. Тоже в хорошем отличном состоянии. У нее вот такое широкое горлышко. И спереди вот такой вот поясочек декоративный. Тоже я эту кофту уже очень много лет не надеваю. по причине того же я поправилась. Ну и что смысл лежать. В общем вот такой вот ворох белья придется выкинуть. Это вот долго я зрела. Долго к этому шла. Наконец пришла. Девочки. А я иду с наушниками в магазин. Потому что они у меня что-то или брак какой-то или что. Вот этот наушник он заряжается только до 60%. Больше не заряжается. И когда начинаешь им пользоваться быстро очень садится батарея. То есть фактически только вот этот рабочем состоянии. в общем сейчас иду в магазин. Коробка в сумке. Посмотрим что они мне скажут. А у нас наконец-то написали в газете про провал который рядом с домом вон с тем с высотным. Вроде сегодня там даже перекрыли дорогу хотя машины ездят. Это прошло больше недели до статьи в газете. Оперативненько, да? 98.025 Готово, набирайте. Все, спасибо большое. До свидания. С наступающим, девочки. До свидания. Спасибо. Домой придем, все покажу. Домой придем, все покажу. Откроем месте и посмотрим. Это наша новая дырочка. Та, про которую я вам говорила. О, красота. Что сказать-то, красотища. Что может блогер покупать? Фикс прайс. Девочки, ужас, ужасный. В овсяных хлопьях завелить долгоносики. Выкидывать буду вместе с контейнером. Даже не хочу открывать. Девочки, ну вот сами видите, у меня здесь везде чистота и порядок. Я, конечно, когда увидела это все действие, я была в шоке, понимаете? Стала же пересматривать все крупы, но нигде никого нет, поэтому я и пересыпаю вот в такие контейнеры, потому что у меня уже один раз было так с рисом, понимаете? Что он стоял в пакетах и сколько было? Три или четыре пакета мы купили и один из них куда-то поставили. Вы знаете, как бывает, не туда. И забыли про него. И все. И лезут, и лезут эти долгоносики. Я уже думаю, да откуда они лезут? Да что же это такое? Вот, девочки, понимаете, завелись в рисе. Целая колония тоже была. Я была в ауте, потому что он запечатанный был, этот пакет. Они понапрогрызали в нем дырок, понимаете? И ходили туда-сюда. И в этот раз я как почувствовала еще, мне муж говорит, да что ты пересыпаешь? Ты же ее съешь. Я говорю, да говорю, я овес-то не очень люблю, и у меня он может задержаться. И вот я как чувствовала, пересыпала в контейнер. Представляете, что бы было, если бы он был в пакете? Я вообще боюсь даже себе представить. Единственное, что у меня не в контейнере хранится, это сода. Потому что, как бы, чтобы случайно ее никто никуда не насыпал, не пересыпал, понимаете? Она все время стоит в коробочке. То есть, чтобы видно было, что это сода. Остальное все у меня пересыпается в контейнеры. И надо же, даже вот ванилин, видите, он у меня в контейнере. Ну, это вообще ужас. Я в шоке. И давайте посмотрим, что же пришло в посылочке от Багздрав. Это посылка сотрудничества. Мне прислали четыре вида заквасок и два косметических средства. Косметические средства нужно будет сначала протестировать, прежде чем вам сказать о бактерии. Мы с вами завтра уже будем делать йогурт. Так что, не пропустите следующий влог. Будет интересно. Йогурты сама я делаю уже не первый год. Но в основном, как закваску, я покупаю магазинные какие-то культуры. естественно, я не смогла отказаться, когда мне предложили попробовать культуру от Багздрав. Это пробиотическая продукция. Все произведено в соответствии со самыми строгими требованиями к предприятиям фармацевтической и пищевой отрасли. Штаммы пробиотических культур натуральные, без генных модификаций. В моем заказе было 4 закваски иммунно для повышения иммунитета, закваска пробиотик 25 ультразащита для всей семьи, закваска бифида плюс и закваска кардио для нормализации холестерина. Также я заказала два косметических средства, крем гель для проблемной кожи лица пробиотический для молодой кожи 16 плюс и лифтинг сыворотку для лица пробиотическую для всех типов кожи 35 плюс. Забегая вперед, хочу вам сказать, что вечером я уже попробовала эти сыворотки нанести и крем на ночь и мне понравилось. во-первых эти крема не похожи ни на один крем или сыворотку которые у меня были до этого то есть такой текстуры такого цвета такого запаха я не видела еще нигде. Цвет напоминает знаете если кто-то сталкивался из вас порошок бифидумактерин вот цвет что-то приблизительно из этой оперы. И к заквасочкам в упаковке идет 5 стиков по 3 грамма общая масса 15 грамм подробнейшая инструкция в которой указаны все закваски которые имеются на сайте и даже есть рецепты как их приготовить с помощью заквасок от Багдраб вы можете приготовить себе и сметану и творог и ряженку и мацони и кефир и йогурт домашнего приготовления это будет очень вкусный очень полезный и невероятно свежий продукт каждый пакетик этой закваски рассчитан на 1 литр молока рецепты приготовления есть в каждой упаковке так что с этим у вас заморочек не будет и даже если у вас нет мультиварки или йогуртницы которая поможет вам приготовить этот продукт эти вещи вы можете закатать также на Багдрабе они есть в ассортименте магазина так что приглашаю всех в мой следующий блог потому что мы будем готовить домашний йогурт на супер полезной закваске ну а косметическими средствами я попользуюсь где-то с недельку и вам все расскажу первое впечатление о них я вам уже сказала что вечером и на ночь я наносила уже и сыворотку и крем и мне очень понравилось по своим свойствам по консистенции по цвету я уже сказала что это не сравнимо ни с одним кремом которыми я пользовалась ранее